включим у режимы любимый режим cinematic привет вселенная сергей ульянов и сегодня сегодня 26 смешные очки сегодня 26 сентября сколько там уже 10 часов вечера ровно и сегодня днем я наконец-то сдал письменный или устные очень называют либо компьютерный экзамен по вождению и решил что я хочу себя хочу подарить себе сделать себе подарок как-то отметить это особенным образом и и купил себе билеты в кино на аватар сейчас перед выходом второй части в кино запустили снова первую часть и фильм это для меня особенно тем что прошу прощения тем что я его смотрите да я пропарковал припарковал свое велосипед вот так вот это кинотеатр подниматься да он это эмси если кто-то не знает то в америке можно купить себе абонемент в кинотеатр вот например в эмси можно купить за 23 доллара билет точнее абонемент и ходить в неделю на три фильма то есть получается вместе можно посещать от 12 до 15 фильмов за 23 доллара а вот но в неделе не больше трех фильмов давайте я остановлюсь немножко сделаю для вас такой влог свой потому что очень хочется обсудить этот фильм как с друзьями да о чем можно было бы про этот фильм поговорить с друзьями после кино после того как сходил в кино этот фильм особенный да особенно он тем что все эти вот он вышел в 2009 году я не смотрел его все эти 13 лет за все эти 13 лет я ни разу не посмотрел этот фильм и причин на это несколько вот кстати говоря хочется сказать что этот фильм уникальный тем что это первый 3d фильм да я как сейчас помню я работал напротив первого 3d кинотеатра в минске в мебельном салоне я работал там маркетологом дефис веб-дизайнером и прямо напротив моего офиса моего магазина да у меня офис находился в магазине кинотеатр киев да что сейчас звучит достаточно странно до минске театр киев это как-то неожиданно это была зима и стояли километровые просто очереди за этими билетами представляете были времена когда ездили в кинотеатр покупать билеты и их не покупали онлайн господи как бежит время ну это приятно правда и я не из окна я смотрел на этих людей которые часами там стояли в очереди в этот кинотеатр чтобы взять эти билеты а я даже не шел и не хотел покупать эти билеты потому что причина была первая во первых я не люблю массовые помешательства на как на чем-нибудь и я обязательно у меня есть своя свой ну вот такая традиция что после того как раньше это звучало так все у всех мания я всем говорю что это все эта фигня в я в мании эти все это ерунда меня это не касается потом спустя два года я смотрю этот фильм понимаю что он на самом деле хороший и думаю почему же я такой дурачок не посмотрел этот фильм два года назад когда все его смотрели и можно было пообсуждать его с кем-то вот сейчас у меня обстоятельства ситуация изменилась я смотрю только то что мне хочется вот иногда смотрю со всеми иногда смотрю не со всеми вот но тогда причин не смотреть фильм аватар было несколько действительно первое это я не люблю всем вот это вот огромное помешательство сказал тот человек который сходил одним из первых на тора на человека паука на в общем на все вот эти марвеловские фильмы да которые на которых тоже есть большой процент фан базы ну в общем второе и наверное все таки для меня главное мне вообще не близка была вот это 3d 3d прорисовка персонажи но вот ну не а черну не вот не было вот смотришь трейлер нет у тебя эмпатии к этим персонажам вот ну не хочется тебе за них переживать не хочется смотреть что там с ними произойдет но как-то равнодушие какое-то ну и третий я как-то всегда был равнодушен к сигурни вывер никогда не был фанатом чужих мне очень нравилась ее роли в фильме про этих про ghostbusters да кто мне еще еще мне нравилось фильме там где она там играла маму дочки в общем там где они были вместе ну вот разводили там мужиков богатых смешной фильм в целом я к ней позитивно отношусь но вот не вот этот персонаж никогда не для меня не был таким что вот сигурни вывшел фильм сигурни вывер значит сразу точно нужно идти смотреть нет такого неба и ну как то потом в общем мода прошла я понимаю что фильм трехчасовой как-то мне не было времени на него вот не было не было хотя на титаник сходил потом в 3d в этот же кинотеатр киев вот слезы болел и кого не встречал я по жизни ну вот правда кого не встречал все говорили мне ну вот аватар такой фильм но вот такой фильм и ну я думал ну блин ну почему же мне так не хочется его смотреть и вот прошло как говорится 30 years later прошло 13 лет и буквально в этом году я встретил одного человека для меня очень дорогого и этот человек сказал что этот что это его любимый фильм ну и как-то я по-другому взглянул на я решил ну сейчас выходит 2 надо перед вторым посмотреть 1 хотя бы да и тут оказалось что вот запустили в кино в кинотеатрах первую часть перед выпуском 2 я думаю ну вот как говорится классненько и буквально вот вчера или позавчера по моему вчера начался прокат наверное в субботу позавчера начался прокат этого фильма и я подумал ну кажется вот только нужно выбрать повод когда на него сходить и сегодня когда я сдал этот экзамен я подумал как себя порадовать думаю ну схожу в кино вот купил билет думаю куплю себе вредный попкорн вот кстати попкорн был невкусно если что даже даже жалко что вот покормил себя этой вредностью она даже не вкусно в общем скушал я попкорн а заказал билеты значит взял в приложение эти билеты я в эмси сикс это марина сикс это район марина дель рей буквально в километре от моего дома и ближайшие кинотеатры я подумал ну прекрасно удачно вот 6 45 и когда я взял билеты я понял что у меня же сегодня занятия в колледже никому не говорить только что я пропустил из-за того что пошел на аватар и причем занятия по резиденсии мне так нравится преподаватель моя она такая классная ее зовут алисия мумба я вам без прикола говорит у нее такая фамилия но она великолепная почему говорю но ну смешная фамилия для нашего постсоветского менталитета да действительно но она она просто вы просто не представляете насколько она классный преподаватель и это мой любимый на сегодняшний день мой класс из пяти на которых я подписан на один я вообще не еще ни разу не ходил но на четыре похожу постоянно и вот эти четыре из этих четырех она моя самая любимая ну так вот давайте давайте я как-то мне так стало неприятно я думаю блин ну я хочу с ней позаниматься с другой стороны думаю если я пойду в кино посмотреть фильм на английском языке это тоже будет занятие а резиденсии в любом случае сейчас получать не буду так что это ну как бы для меня просто бонус такое занятие да для себя и я приехал начал смотреть фильм конечно долго раскачивается долго раскачивается он правда и принципе тоже надо ну вот в какой-то момент уже понимаешь что что будет дальше ну то есть оно такое все очень прописное да все вся сюжетная линия понятной и и даже в конце понятно что ну точнее вообще все понятно что будет дальше но ты понимаешь вот чем отличаются фильмы которые вот сезон проиграли и и окей от фильмов которые хочется пересматривать снова и снова это тем что они всегда в свое время будут актуальны какими-то событиями вот сейчас 13 лет спустя конечно же у меня не могла перед глазами не вспыхнуть во-первых история про коренных американцев да и я конечно хочется мне прям вот не подумайте что я подлизываюсь честно вот хочется прямо сказать что я вот это очень сильно ценю у американцев то что они признают свои ошибки и и и вот так ну как бы через эту историю я увидел прямую отсылку к тому к завоеванию новых земель как в свое время была завоевана америка да и что если бы можно было бы сделать это по-другому там да через друг ну в общем через коммуникацию дружескую да то все могло бы быть совсем иначе вот и конечно просто но вот по-человечески приятно за нацию которая вот готова признавать мы ошиблись мы хотим сейчас и мы расскажем в новом по новому историю эту и сделаем выводы вот но закончим с этой интерпретации хотелось бы конечно поговорить сейчас конечно перед глазами вспыхнула вспыхнула война между точнее даже не между а нападение россии на украину и и при участии моей беларуси да и хочется сказать конечно же что я я вот не знаю у меня в последнее время я думал об этом что наверное не знаю сколько это будет говорить в контексте фильма аватар да но я посмотрел точнее вот в очередной раз уже в 155 раз путин там заявляет про то что у них есть военное значит там эти ядерное оружие я думаю ёбаный в рот я думаю ёбаный в рот ну блять ну у вас телефона нет своего у вас машины калечные у вас нет вообще ни хуя своего если у вас есть те ядерные боеголовки вы б уже давным давно бы ими воспользовались давным давно учитывая как кровожадно вы нападаете на всех на все подряд страны вокруг вас уже давным давно бы воспользовались я думаю что и сейчас издалека если когда ты находишься внутри страны еще как-то в это верится то когда ты находишься вот в стране где все технологии где все вообще самые классные крутая анимация самые классные телефоны самые классные тачки ну ладно тачки там все равно немецкие до сих пор считают самым крутым и и японские но неважно где все рождается все самое новое но блять нет в россии вы иголовки я конечно понимаю что россия себя защищает там время виду очень сильно не россия один представитель россии пытается себя себя как-то слушайте я такой смелый пиздец я вот никогда я с друзьями так смело себя не так не смело не говорю но но просто когда ты вот на контрасте вот одну жизнь живешь и приезжаешь в другую жизнь тебе сразу все становится понятно кто по жизни рулит но неважно хочется мне вот хотя бы раз вот честно сказать то что я думаю да в интернете и не вот не потом не думать а зря я это сказал не зря ой нет да не зря я действительно так думаю и всегда так думал что да я предполагаю я предполагаю что конечно же в цели защиты одного единственного человека до россия а там лучшие умы могут делать какое-то военное вооружение но опять таки если бы оно было наверное сейчас бы уже бы там да но она бы каким-то образом себя проявила даже вот в этой войне да и как я вот помню кто-то кто-то то ли данилка говорил то ли кто что даже если есть это вооружен даже если даже если есть вот эти самые ядерное вооружение то там вот стопудово уже все поспижено да и если там уже нажмут на эту кнопку то это боеголовка там не взлетит просто потому что все уже спижено пропито и так далее вот и конечно же справедливость восторжествует и я справедливость здесь даже дело дело не в слове справедливость жизнь вообще не очень справедливо да но мы мы это видим с вами сейчас да мотивация когда у людей есть мотивация на победу я понимаю что я сейчас вышел после волшебного фильма и я такой весь надо мир победа все даже если у тебя там какие-то я заранее хочу прошу прошу прощения если вдруг украина подумала что я сравниваю ее с как этот народ зовет зовут жителями вот этой страны из 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 фильма аватар это не так я лишь говорю о том что я лишь говорю о том что когда у человека есть мотивация побеждать ради чего да и сейчас у всей россии нет понимания вообще ради чего она воюет то 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 результаты очевидны вот может в жизни произойти все что угодно вот но ничто не забыто да и всему всему у всего есть время да на проверку у каждого события у каждого изречения у каждого поступка и вот этот фильм меня вдохновил на то того чтобы обо всем об этом сегодня честно поговорить и и еще конечно же как это как бы это не звучало не скромно конечно я увидел в себе какое-то вот отражение главного героя этого фильма да человека который проходит испытания да который имеет храброе сердце да но но скован да какими-то прошлым скован обстоятельствами да но который преодолевает все преграды ну блин ну да ну да ну вот так вот банально я я мне это очень близко сейчас все мне это очень близко и я верю что я уже тоже перерождаюсь и становлюсь да истинным собой и мне мне приятно мне приятно мне приятно становиться лучше открывать себя становиться истинным собой ладно видите как девушка пошла вверх какую-то можно грустную музычку наложить там да немножко замедлить кадр и встретимся в кинотеатрах на второй части спасибо вселенная что были вместе со мной сегодня что вместе с тобой с тобой вместе я поделился этими своими мыслями как с лучшим другом и и не хочу опошлять это видео типа ставьте лайки подписывайтесь вот соцсети вот это вот все это блять меня так морозит что это нужно говорить что это нужно постоянно напоминать что люди без этого сами не ставят это все но спасибо спасибо я просто хочу сказать спасибо и будем на связи